Всем привет! В этом видео я покажу как без каких-либо программ с помощью самой Windows у меня Windows 11, но это работает и на Windows 10, как с помощью встроенных средств записать экран. Единственное ограничение это то, что вы сможете записать только какое-то конкретно открытое окно, например браузер, может быть медиаплеер, какую-то программу и так далее. Но в целом большинству больше и не надо. Итак, для того чтобы начать запись нажимаем Windows Plus G. Это у нас вызывается Xbox Game Bar, так называемый. Вы можете также его найти, если наберете в поиске Xbox Game Bar. Здесь вы можете настроить вот эти окна, чтобы они у вас выводились. Например, можно убрать аудио, то есть вот это окно, убрать, например, статистику, вот эту, добавить, например, сообщество, добавить коллекцию и так далее. Но в целом это удобно, когда видно производительность и удобно, когда видно настройки аудио. Есть ограничения в данной программе. Первое это то, что она пишет только Full HD, но зато она пишет в очень высоком качестве. Также звук пишется в не совсем высоком качестве, то есть достаточно для того, чтобы записать речь довольно качественно, но на большее не рассчитывайте. То есть какие-то музыкальные произведения записать с ее помощью в высоком качестве не получится. Но в любом случае этого хватит большинству, тем более вам не нужно лазить где-то по интернетам, скачивать какие-то взломанные программы. Все делается с помощью самой Windows. Видим, что сейчас кнопка не активна. Вы можете нажать Windows плюс Alt плюс R и начать запись. Но для того, чтобы ее начать, вам нужно будет зайти в какое-либо окно. Например, открываем браузер, опять же Windows G. Вот теперь видим, что кнопка у нас активна. Я сейчас начну запись и вы увидите, какое качество записи для теста. Я для вас запишу вот это окно. Какое качество записи, какое качество звука. Посмотрим на свойства файла, посмотрим где он хранится. И, собственно говоря, вы сами все для себя поймете, стоит ли использовать эту программу вам или нет. Итак, я запустил запись. Теперь ведется запись этого окна. Как я говорил, запись рабочего стола у вас сделать не получится. Это ограничение самой, собственно, программы. Если просто зайти в проводник и попытаться включить запись, то у вас тоже ничего не получится. Итак, запись завершена. Идем в папку, которая находится везде, где у вас документы находятся, видео. И там есть отдельная папочка, которая называется запись. Видим, что этот файл записался. Он у нас занимает всего лишь 14 мегабайт. Смотрим на свойства этого файла. Что мы здесь видим? Мы видим, что разрешение здесь Full HD. Так как особо никакого движения в кадре не было, то битрейт здесь невысокий. Но как только у вас будет какая-то динамика в кадре, у вас и количество кадров подрастет, и битрейт у вас увеличится. Записывается в стерео. Записывается с хорошей частотой дискретизации. Но только 192 кбит в секунду. Что для голоса более чем достаточно. И что наверное самое главное, это то, что файл записывается у нас в MP4. То есть если вы захотите этот файл добавить в какую-то программу для монтажа, то вы без проблем сможете это сделать. Этот файл занимает мало места, он очень легко обрабатывается. То есть тут никаких вопросов. И вот сейчас вы тоже видите, что кнопка записи не активна. Как раз таки потому, что мы находимся в проводнике. Надеюсь видео было полезным, надеюсь оно было интересным. Пользуйтесь программой, бесплатная, легкая, безглючная, работает хорошо. Периодически я ею делаю записи экрана, но когда это нужно сделать быстро, и когда нужно такой файл отправить, например, в качестве тестового. То есть когда я записываю в высоком качестве, то там и объемы другие. И собственно говоря, это все, чтобы не перенастраивать, я пользуюсь вообще другой программой. Но об этом, если интересно, то расскажу в другом видео. Это GeForce Experience. Сюда если зайти, то здесь есть возможность как раз таки настройки. То есть вот сюда заходим, открытие внутриигровой оверлей. И вот здесь есть возможность записи. Как раз таки сейчас запись ведется именно на данную программу. Это встроенная, скажем так, утилита. Работает прекрасно, четко, стабильно. Но тут уже смотрите, что вам нужно. Здесь конечно больше всяких функций, настроек, разрешений, битрейта и так далее. Но понятно, что большинству это и не нужно. Большинству нужно просто включить экран, записать его, быстренько ему отправить или смонтировать этот файлик. И куда-то отправить или выложить. Надеюсь, было полезным. Всем хорошего настроения и всем пока.